Он сошёл в своей славе И края из его наполнили храм Как солнце сияет, вид его восхищает Господь в любви своей приблизился к нам Он сошёл в своей славе, стал близок и явен Его присутствие наполнился храм Так низко наклонился, чтоб каждый прикоснулся К его величию, к одеждам края Святый и превоснесённый Не тебе подобный Ты один, ты один Святый, наши беззаконья Драгоценной кровью Насом мы, насом мы Святый и превоснесённый Не тебе подобный Ты один, ты один Святый, наши беззаконья Драгоценной кровью Насом мы, насом мы Он сошёл в своей славе Стал близок и явен Стал близок и явен Его присутствие наполнило храм Так низко наклонился, чтоб каждый прикоснулся К его величию, к одеждам края Святый и превоснесённый Не тебе подобный Ты один, ты один Святый, наши беззаконья Драгоценной кровью Насом мы, насом мы Святый и превоснесённый Нет тебе подобный Ты один, ты один Нет тебе подобных Ни на небе, ни на земле Никто не может сравниться с тобою Ты полюбил нас, когда мы были грешниками Ты дал нам то, чего мы не заслужили Ты пролил свою любовь в наши сердца И не по нашим делам и заслугам Ты воздал нам Ты забрал наши грехи Ты забрал проклятия и болезни на себя Ты дал нам то, чего мы не заслужили Мы поклоняемся тебе Мы величаем твое великое и святое имя Ты достоин принять всю честь, славу и хвалу Ты восседаешь на престоле неба великом и превоснесённым И ты живёшь в смирённых и сокрушённых сердцах Для тебя нет преград И для тебя нет ничего невозможного Мы любим тебя Мы поклоняемся тебе всемогущей, всесильной За твою смерть и воскресенье За победу над всеми планами тьмы За свет, который ты пролил на эту землю За свет, который ты пролил наши сердца Мы прославляем имя Твое Превозносим тебя Царь над всеми царями Бог над всеми богами Да святится имя Твое Да придет царствие Твое Да будет воля Твоя На земле, как и на небе Мы благословляем Твое имя в эти дни Наши сердца наполнены благодарностью За всё, что ты сделал для нас Мы величаем Тебя Благословляем имя Твое Всемогущий, всесильный Бог Вечно живущий Отец, Сын и Святой Дух Аминь Халилюя Слава Иисусу Христу Слава нашему Господу За Его смерть и воскресенье Слава Богу Дорогие друзья Особенные дни мы с вами переживаем Дни, когда мы думаем Мы размышляем И мы с вами принимаем Божью благодать Которая была явлена всему человечеству Через смерть и воскресенье Иисуса Христа Хочу поприветствовать вас любовью Божией И сказать спасибо Андрею Матюжову Брату епископу из города Кемерово Который проповедовал передо мною Большое спасибо каждому проповеднику Каждому, кто участвует в этом марафоне И мы с вами продолжаем наш пасхальный марафон Когда мы подетально Каждое событие Которое произошло на кресте Голговском Мы с вами размышляем над всем этим И это приносит нашу жизнь Благодать, любовь и мир Знаете, Пасха Это победа жизни над смертью Победа света над тьмою Победа воскресенья над смертью Победа здоровья над болезнями Это победа нашего Господа Иисуса Христа И хочется сказать Иисус, спасибо тебе Ты дал нам все, что нам нужно Слава Иисусу Христу Друзья, давайте вместе откроем Евангелие от Матфея 27 главу И прочитаем с вами Пятидесятый, пятьдесят первый стих Иисус Иисус же Опять возобив громким голосом И спустил дух И вот завеса в храме Разодралась надвое Сверху донизу И земля потряслась И камни Расселись Иисус же Иисус же опять Возобив громким голосом И спустил дух Это был момент Когда Иисус умер И историки говорят, что в тот момент По всей земле Пришла тьма Солнце померкло И было великое землетрясение Оно не было локальным Оно не было только в Иерусалиме Вся земля потряслась Вся земля не могла устоять Перед этой потерей своего Творца И Библия говорит, что камни расселись Все фундаменты Которые находились под домами людей Потому что в то время люди брали камни Они закладывали в основание домов Как это делают и сейчас И Библия говорит, что камни расселись Все, на чем была построена цивилизация Того времени Она потеряла свое основание Вся природа Она приняла своего Творца Каждая молекула этой земли Она приняла своего Творца И вся земля Она потряслась И мы видим, что природа В отличие от людей От иудеев того времени Она приняла Иисуса Христа Буря ему повиновались Он приказывал бурям И буря утихали Он ходил по воде И вода ему повиновалась Он поднимал хлебы И хлеба умножались И кормили людей Мы знаем, что природа Она приняла своего Творца Но поразительно то, что в Иоанна 1 главе Мы читаем с вами и знаем Что он пришел к своим А свои его не приняли Все творение Приняло Иисуса Христа И в момент, когда Последняя капля крови Капнула на эту землю В момент, когда он испустил дух Историки говорят Тьма пришла на землю И вся земля Потряслась Все творение Потеряла своего Творца И мы знаем с вами, что Завеса в храме Была разорвана Завеса в храме разодралась Завеса в то время Это Кожаное полотно Которое было 12 сантиметров толщиной Оно разорвалось Сверху донизу Завеса, которая скрывала Бога от людей И за завесу в то время Могли входить только Священники Один раз в год Один раз в год священник Приходил в храме Он поселялся в храме За неделю До того момента Как он входил за завесу Для того, чтобы Не соприкасаться даже Со своей семьей Все, что он делал Он неделю готовился Он омывался Приносил жертвы Он готовился Ко встрече с Господом Он это делал очень тщательно И даже Колокольчики Висели на его одежде Когда священник Был недостоин Божьего присутствия К его ноге была привязана Веревка И он мог умереть И к этому подходили Очень трепельно Это был трепетный момент Времени, когда люди Попадали во святое святых Когда люди попадали В божественное присутствие И по закону того времени Один человек Один раз в год Он мог входить туда И быть там в Божьей славе Быть там в Божьем присутствии Быть в силе Которая была недоступна Всем людям В тот момент Когда Иисус Христос Умер Все увидели Как завеса в храме Разорвалась Как то, что скрывало Всех людей От Божьего присутствия Оно не смогло устоять И эта завеса Лопнула напополам И мы с вами знаем То, что Бывают разные завесы В жизни людей Мы, конечно же Понимаем, что это Присутствие Бога Его слава Которая сходила Во святое святых Она была настолько сильной Что священники Там не могли стоять Это было очень сильно Это было очень переживательно Это было так Человек никогда не мог Этого забыть И мы иногда с вами видим Мы хотим Этого божественного Присутствия в своей жизни Мы хотим, чтобы Такая слава Сходила в нашу жизнь К сожалению Это бывает не частно В моей жизни было Несколько раз Когда Бог так приходил Что я все, что я мог Это просто каяться Плакать И лежать Стоять на коленях И ты просто ничего не мог И мы иногда скучаем по этому Так сильно хочется, чтобы Вот эта слава Божественное присутствие Которое находилось за завесой Оно наполнило Нашей церкви Наполнило наши жизни Знаете Божественное присутствие Это не просто Совершенная молитва Божественное присутствие Это когда Слава Божия Она сходит на свой народ И смерть Иисуса Христа Она дала нам с вами Шанс Возможность Попадать в это Божественное присутствие И Попадать в него И находиться в этом присутствии Аминь Знаете, что ограничивает Сейчас нас В жизни каждого из нас Могут быть завесы Которые ограничивают нас От этого присутствия Я сегодня скажу два Две вещи Которые очень сильно Влияют на наше Вхождение В Божье присутствие Физическая завеса Разорвана Но иногда Внутри каждого из нас Есть эти завесы Которые не дают нам Наслаждаться И пребывать В Божьем присутствии Потому что Вход туда открыт всем Но есть вещи Которые Останавливают нас И не дают нам Попадать За завесу Попадать нам Святое святых Попадать в божественное Присутствие И находиться в этом присутствии Общаться лично с Богом Быть там Где находится Святой Дух Аминь И первое Что нам сильно мешает Это Религиозный Дух Очень часто мы Определяем И сами решаем Как Бог приходит Как Бог не приходит И люди И люди Ставят правила Выше божественного Присутствия Люди сами решают Как к ним Бог придет А как не придет Если ты сделал это 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 Бог тебе придет Если ты этого не сделал Бог тебе не придет И мы видим что Верующие люди Времен Иисуса Христа Не осуждали его учеников Говоря Наши постятся и молятся Твои нет Мы моем руки Для того чтобы Иметь встречу с Богом Войти в храм Твои ученики Этого не молят Не делают И они каждый раз Судили Тех кто что то не делает Тех кто не доделывает Определенные вещи Они с осуждением К ним относились Но знаете Религиозный Дух Он Ставит правила Религиозный Дух Он определяет Если С тобой Бог Либо его нету И религия Делает все Из-за закона и правил Вера Это естество Людей Которое изменено Богом Это наше с вами естество Которое Тянет нас В божественное присутствие Религия Это то Что Заставляет Людей Жить в осуждении Вера Это то что приносит Жизнь людей Оправдания Знаете Религиозный Дух Он очень часто считает Что правильно Это то что делали раньше И многие люди Того времени Не приняли Иисуса Христа Потому что Он делал все Не по их правилам Он это делал позже Мы читаем Знаем в Библии Что однажды Царство Божие Иисус рассказал эту притчу Оно было подобно Как человек Он нанял Работников Свой виноградник К одним пришел Утром Договорился за одну цену Вторых нашел днем А третьих позвал вечером А всем заплатил одинаково И те кто пришли утром Они с осуждением Относились И они сказали Они ждали большего Они думали Что если они начали раньше То у них должно быть больше И они Отнеслись к осуждениям И говорят Так не может быть Ты должен с нами поступить Так как мы решили Но Иисус ответил Нет Бог поступил так И Он сказал Я в праве Решать Кому это дать Кому не дать Я сам в праве решать Как приходить В жизнь человека Люди определяют Дороги По которым должен Прийти Бог Но Бог приходит По своим дорогам И человек верующий Человек свободный Он знает Что Бог может прийти Так как Он Этого хочет Самое главное Чтобы мы с вами Не ставили Богу Ограничений Аминь И второе Это сиротский дух Когда Иисус пришел И ученики Увидели Что Он молится И видит ответы На свои молитвы Они Видели Что у Него есть что-то Чего нет ни у кого На этой земле И все что Он делает У него получается И они раздумывали Какой же секрет Его успеха И слава Богу Что они додумались И они сказали Иисус Научи нас молиться Мы поняли Что ты уходишь По ночам В пустынные места Ты молишься А потом ты приходишь У тебя все получается И им было интересно Какую же молитву Как же Иисус молится И Он им сказал Эти слова Он им сказал Молитесь же так Отче наш Сущий на небесах Иисус принес Нам с вами Сыновство И Он назвал нас Всех Детьми Божьими Знаете Вот когда я иду домой Особенно к своим родителям То мне совершенно не нужно Идя домой Включать свою веру Настраивать себя На то что я сын И я имею право Прийти к своим родителям Мне не нужно Переживать о том Можно ли мне идти в их дом или нельзя Дети Они даже об этом не думают Они знают Что дом отца Это их дом Очень часто люди Они имеют сиротский дух Для них Бог Он не отец Бог Бог это судья Бог Это тот кто наказывает И люди имеют Это сиротский дух Они не могут иметь С Богом отношения И чувствовать себя Детьми В своей церкви Знаете Мы все дети одного отца Мы не можем выбирать Себе братьев и сестер Потому что это Не наша с вами Воля и власть Бог сам определяет Кого родить в нашу семью И мы Как дети Мы это понимаем Что мы дети Своего отца И очень часто Сиротский дух Он не может впустить Людей Это завеса Которая не дает людям Жить в божественном присутствии Которая не дает людям Приходить и Чувствовать себя с Богом Как со своим отцом Братья и сестры Иисус дал нам Усыновление Иисус разорвал эту завесу Своей смерти Чтобы каждый из нас Он имел этот дух Сыновство Он смог войти За завесу И иметь Со своим небесным Отцом Общение Иметь со своим Небесным Отцом Единство Быть в божественном Присутствии И мы с вами Понимаем Что есть вещи В жизни Которые как завеса Не пускают нас туда Где Бог Нас ждет И религия Она не пускает людей В Божье присутствие И сиротство Безотцовщина Люди Которые не считают Бога своим Отцом Люди Которые не Считают Бога Своим Творцом Им конечно же Тяжело попасть в Божье присутствие Они не понимают Как это Но тот человек Который принял Иисуса Христа Принял Его Слово Принял Верой Все эти события Которые происходили Ради каждого из нас Каждый человек Он имеет Доступ Во святое святых Он имеет доступ В божественное присутствие Иоанна 1 глава 11 стих Мы с вами читаем Пришел к своим И свои его не приняли А тем которые приняли его Верующим во имя его Дал власть Быть чадами божьими Детьми божьими Которые не от крови Не от хотения плоти Не от хотения мужа Но от Бога Родились Пасхальные дни Это время изучать Думать Принимать все Что Христос сотворил для нас Иоанн сказал Что он пришел к своими Люди его не приняли А тем кто принял Он дал им власть Стать детьми божьими Дети идут в дом своих родителей Не мучаясь своей душе Можно или нельзя Они знают Что им надо туда идти Мы все знаем Что надо звонить своим родителям Мы все с вами знаем Что мы не можем жить Без того Чтобы посещать своих родителей И это нормально Это говорит о том Что в нас живет сыновство Мы дети одного отца И завеса разорвала То что скрывало от нас И через принятие Иисуса Христа Мы с вами стоим детьми божьими Мы имеем свободный доступ Между нами и Богом Нет этой завесы Завеса была разорвана Для того Чтобы каждый из нас Он стал чадом божьим И важно, друзья Чтобы мы с вами Размышляли об этом В эти пасхальные дни Эти все сорок проповедей Они будут говорить об одном Что мы с вами получили спасение Каждое действие Которое будет проповедано И именно в эти дни Оно будет говорить об одном Что мы с вами дети божьи Мы имеем спасение Мы имеем дар вечной жизни Мы имеем Иисуса Христа Как своего Творца и Спасителя И все творение Приняло Иисуса Христа Ничто из этого творения Не могло противостоять власти Которая была у Христа Но, к сожалению, люди Они Его не приняли Но Христос пришел Для того, чтобы разорвать завесу Чтобы с нашей жизни слетело то Что мешает нам войти в Его присутствие И мы с вами Дети Божьи Я вас поздравляю Я вас витаю Мы с вами чадо Божие Если мы принимаем слова Которые говорил Христос Если мы принимаем все Что происходило Мы в это верим Мы с вами дети Божьи Мы с вами те люди Которые имеют свободный доступ Во святое святых Которые имеют право Получать помощь Омывшись кровью Иисуса Христа И спустив дух Земля потряслась Основания храмов были Ослаблены И это правда Когда люди не приняли Творца Основания их жизни Они слабеют И все камни расселись Все фундаменты в зданиях Стали слабыми И люди поняли Все что они делали до этого Оказалось слабым Оказалось ненужным Потому что все нужно переделывать Да это так и есть Нам важно с вами принять Все что происходило в эти пасхальные дни Нам важно чтобы основания На которых мы строим Они не ослабели Эти камни они не расселись Чтобы мы с вами построили С нашей жизни Наши семьи мы построили На основании Которое есть Иисус Христос Это была замена основания Завеса разорвана Ты и я Мы имеем доступ во святое святых Мы имеем с вами право Находиться в божественном присутствии Не только священники Но каждый человек Принявший Христа Он сын и дочь Божья Я хочу вас поздравить Я хочу молиться и благословлять каждого из вас И мы вещаем со Львова И мы хотим чтобы Эти пасхальные дни Они были особенными для каждого из нас Мы празднуем праздник жизни Праздник исцеления Праздник победы с жизнью над смертью И пусть благодать Божия Она совершит чудо в твоей жизни Пусть все завесы Которые не дают тебе войти в Божье присутствие Они будут разорваны Через принятие Иисуса Христа Аминь Давайте мы закроем свои глаза И мы начнем с вами молиться О, дорогой Дух Святой Мы знаем, ты там Где люди призывают имя Твое Ты там, где двое или трое собраны ради тебя И мы открываем наши сердца Соединяя их в одной вере Веряя в твою смерть и воскресенье И мы не хотим быть в числе тех людей Которые не приняли тебя Мы принимаем твою жертву Мы принимаем каждое твое слово Верою Мы верим То, что ты родился от Святой Девы Ты прожил до 30 лет В 33 года ты Отдал свою жизнь Добровольно Забрав наши грехи Понес на себе наказание Которого не заслужил Наказание всего человечества Ты отдал свою жизнь за каждого из нас Ты сделал то, чего никто из нас не заслужил И мы принимаем все, что ты сделал И мы верим и знаем Все творение Приняло тебя Ты пришел к своими, свои не приняли Но тем, кто принял Ты дал власть быть чадами Божьими Быть детьми Божьими Мы хотим идти Через все эти завесы мы хотим быть в твоем присутствии Все, что нам надо Быть ближе к тебе Дорогой Дух Святой мы верим Ты сейчас течешь реками живой воды Ты зажигаешь наши сердца Мы рядом с тобой Мы разрываем все завесы в наших жизнях Все, что не дает нам приблизиться к тебе Всякий религиозный дух Именем Иисуса Христа мы изгоняем вон из наших жизней Мы смиряемся Мы отдаемся в твои руки Ты дал нам власть Быть чадами твоими Мы твои дети и мы спешим в твой дом Мы спешим к тебе В твое присутствие Дух Святой Все, что в нас есть Взывает к тебе воочию Дух Святой Наполняй 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 наши дома Наполняй наши сердца Иисуса Христа Тай le Измученный дед, лишь его гости было спасти Те, кто потерял, что жизнь обрели Мой Искупитель, мой Избавитель Словно я вижу Тебя на кресте Где был ты рано и умирал я Грек искупил мой смертью своей Смертью своей Своей смертью Ты победил смерть Смерть не смогла иметь власть над тобой Все основания поколебались Все творение не смогло удержаться и удержать тебя Все творение признало, что ты творец Ты царь над всеми царями, ты Бог над всеми богами Мы молимся сейчас о каждом, кто смотрит этот эфир Молюсь, чтобы все завесы были разорваны Чтобы все, что скрывает нас от Твоего присутствия, было разорвано И мы могли войти в Твое присутствие Дорогой Дух Святой, мы благословляем Тебя Нам приятно быть в Твоем присутствии Во имя Иисуса Христа Во имя Иисуса Христа Братья и сестры Сейчас время, когда в вашу жизнь будет звучать благословение Попрошу вас закрыть свои глаза и принимать слова Которые будут звучать в вашу жизнь Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя Да презрит на Тебя Господь светлым лицом Своим Да обратит Господь на Тебя лицо Своё И даст Тебе мир Так говорит Господь, сотворивший небо и землю Которую устроил, утвердил её Господь, имя Ему Воззови ко мне, и я отвечу тебе Покажу тебе то великое, недоступное Чего ты не знаешь Небесный Отец Мы знаем, никто не может удержать Твоё благословение, кого Ты благословишь Тот благословен будет Мы уповаем на Тебя Мы доверяем Твоему Слову Мы принимаем все слова Которые Ты дал нам Во имя Иисуса Христа Благословен Ты в городе и благословен на поле Благословен плод чрева Твоего Плод земли Твоей Плод скота Твоего И плод Твоих валов, и плод Твоих овец Благословенны житницы Твои, кладовые Твои Благословен Ты при входе Твоем И благословен Ты при выходе Твоем Поразит перед Тобою Господь врагов Твоих Восстающих на Тебя одним путем они выступят против Тебя А семью путями Побегут от Тебя Пошлет Господь Тебе благословения в житницах Твоих И во всяком деле рук Твоих И благословить Тебя на земле Которую Господь Бог дает Тебе Поставить Тебя Господь Народом Святым Своим Как Он клялся Тебе Если Ты будешь соблюдать заповеди Господа Бога Твоего И будешь ходить путями Его И увидят все народы земли Что имя Господа Бога нарицается На Тебе и убоятся Тебя Во имя Иисуса Христа Твоя благодать Господь Твое благословение соделает это Ты смертью попрал смерть И через жертву Твою Иисус Мы можем иметь все благословения Авраама И мы принимаем все, что дано нам Твоею волею Твоим благословением Мы отдаем в Твои руки наши жизни Мы принимаем все слова Твои Мы принимаем все, что Ты даешь нам Мы доверяем Тебе Мы любим Тебя Мы превозносим Тебя, наш Бог Всю честь, всю славу Всю хвалу мы отдаем Тебе Великому Святому Богу Нашему Спасителю Искупителю Нашему Творцу Мы любим Тебя Благословляем Тебя Харалю Слава Богу Слава Иисусу Христу Это особенные дни Здесь сейчас божественное присутствие И мы хотим быть за завесой Завеса в храме разорвалась Та, что скрывала Бога от нас Та, что скрывала истину от нас Пусть Бог благословит каждого из вас В эти пасхальные дни Попасть в божественное присутствие В то присутствие, которое открылось Всем людям на этой земле И пусть это присутствие наполнит ваши дома Благословит вас все семьи Благословит ваше здоровье Благословит все, что есть у вас Дорогие братья и сестры Всех поздравляем Благословляем Любим И пусть завесы Они будут разорваны Пусть божественное присутствие Оно будет открыто для каждого из вас Слава Иисусу Христу Аминь